МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Узбекистан утвердил программу занятости населения на 2017 год. В ее рамках планируется создать порядка 345 тысяч постоянных рабочих мест. Больше всего вакансии будут открыты в промышленной отрасли, в сфере услуг, сельском хозяйстве и строительстве. Около 100 тысяч человек должны быть трудоустроены в сфере индивидуального предпринимательства, в том числе за счет кредитов коммерческих банков. Для реализации программы предусмотрено создание малых промышленных зон, выявление неиспользуемых или недостроенных производственных объектов, а также выделение микрокредитов на организацию собственного бизнеса. Туркменистан приостановил действия безвизового режима с Казахстаном. Прежде жители Атыраусской и Мангистаусской областей, граничащих с Туркменией, могли пересекать границу в упрощенном порядке. Если продолжительность визита в соседнюю республику, а точнее в Балканский Вилаяд, не превышала пяти суток, выехать из Казахстана можно было только с удостоверением личности на руках. Теперь делать этого нельзя. Туркменские власти ссылаются на усиление мер безопасности. Но есть мнение, что все дело в табачном кризисе. В Туркменистане введены ограничения на продажу табачных изделий, и жители страны пересекали границу, чтобы купить сигареты по дешевым ценам. Центральный банк Российской Федерации опубликовал данные по переводам физических лиц из России и страны Центральной Азии. Согласно этой информации, за 9 месяцев 2016 года в Узбекистан было переведено свыше 2 миллиардов долларов, и это почти на 15% меньше, чем за аналогичный период 2015-го. Также на 15% сократились объемы денежных переводов в Таджикистан. Туда было отправлено из России около полутора миллиардов долларов. Между тем, финансовые перечисления в Кыргызстан, напротив, увеличились. В Кыргызию было выслано свыше 1 миллиарда 200 миллионов долларов США, и это на 21% больше, чем за тот же расчетный период в 2015-м году. Скупка автохлама на государственном уровне. В Казахстане вводятся новые правила утилизации старых машин. Наш корреспондент внимательно изучил их, встретился со всеми участниками процесса и выяснил, кто больше всего выигрывает от этого нововведения. Подробности в материале моего коллеги из Алматинского бюро. Рустам Караев сопровождает свою машину в последний путь. Долгое время она исправно служила, а теперь чаще ломается, чем ездит. И Рустам решил сдать ее в утиль. Инспектор осматривает машину. При полной комплектации владелец получит выплату в 150 тысяч тенге. Если отсутствуют части кузова, двигатель, аккумулятор и прочие важные детали, компенсация составит 48 тысяч тенге. Неважно, на ходу автомобиль или нет. Ничего сложного. Надо было просто снять с учета автомобиль и привести все документы, справку о снятии с учета с ГАИ и удостоверение личности, и номер банковского счета в компанию, и все. Пилотный проект запустила компания «Оператор РОП». А сама инициатива была утверждена правительством Казахстана еще в феврале 2016 года. На первом этапе до конца 2016 года пока это будут легковые. Естественно, если все сложится удачно, и эта работа покажет себя эффективной, то уже с 2017 года можно ждать и грузовые автомобили. И, естественно, потребуется перерасчет вот этого платежа, который выплачивается. Исполнительный директор РОП Сергей Юрча по образованию – эколог. Он считает, что становление мусоропереработки как отрасли – это единственный верный путь развития для любой страны. Что же касается утилизации автомобилей, сейчас перерабатывать их негде. Фактически машины просто принимают на хранение. Их пустят в расход летом 2017 года. Именно тогда планируется открыть завод по утилизации автомобилей. Этот завод будет автомобили старые шредировать. И составляющие компоненты, такие как металл, цветной черный, пластик, ткани, значит, и иные компоненты, которые входят в автомобиль, разделять по видам. При этом металл, понятно, будет отгружаться в торчермету. Значит, пластик, в свою очередь, ткани будут подлежать утилизации. Компенсации выплачивают за счет утилизационных сборов. Их утвердили и ввели в начале года. Налог коснулся легковых машин, внедорожников и грузовиков, которые впервые ставят на учет, а также компонентов транспортных средств, шин, аккумуляторов, масел и прочих эксплуатационных жидкостей. Платить налог должны производители и импортеры, но они закладывают это в стоимость машины. В итоге приходится раскошеливаться покупателю. К примеру, утилизационный сбор на авто начинается от 300 тысяч и доходит до нескольких миллионов тенге в зависимости от характеристик машины. Многие недоумевают, откуда такие цифры, если выплата за автохлам не превышает 150 тысяч тенге. Ну, здесь просто нельзя проводить прямую корреляцию или прямую связь. То есть в состав утилизбора входит не только та сумма, которая выплачивается в физлицу, но входит и сумма, связанная с хранением старых автомобилей, с извлечением жидкости из него, с созданием вот этих пунктов приема. Большие суммы заложены на транспортировку машин. Завод по утилизации пока планируется только один, а собирать автохлам придется по всей стране. Утилизационные сборы станут меньше, а компенсации выше, когда переработка отходов разрастется в прибыльный бизнес. Так заявляют в компании «Оператор РОП». Но, похоже, ждать этого придется долго. Вера Мустафина – исполнительный директор ассоциации мусоропереработчиков. По ее словам, сейчас предприятия по обращению с отходами зарабатывают немного и без участия государств развиваться не могут. Самая главная поддержка – это законодательная поддержка. Вторая поддержка – это поддержка инвестиционной активности. Дело в том, что наша отрасль еще как бы не всеми государственными структурами распознается, как именно отрасль промышленности. И инвестиционных инструментов у нас не так много. По словам экспертов, из-за низкой рентабельности переработки 95% отходов везут на полигоны, то есть свалки. Но обнадеживает то, что уже сейчас на переработку в Казахстане можно сдать практически все виды мусора. Аккумуляторы, шины, пластик, стекло, бумагу, медицинские отходы и многое другое. Ассоциация объединяет более 40 компаний. И, судя по всему, количество переработчиков в стране будет расти. Вирус иммунодефицита человека. За последние 10 лет в Кыргызстане число заразившихся этой неизлечимой болезнью выросло 8 раз. И это только официальная статистика. Чего боятся международные эксперты? И можно ли остановить стремительное распространение опасного недуга? Смотрите в репортаже нашего собственного корреспондента в Бишкеке. Около 8 тысяч кыргызстанцев являются носителем вируса иммунодефицита человека. За последние 10 лет их число выросло в 8 раз. Это официальные данные. Но специалисты объединенной программы ООН ЮНЕЙЦ считают, что реальная статистика гораздо выше. И призывают государство отнестись к распространению ВИЧ как к серьезной и актуальной проблеме. Мы выявляем тех, которые раньше не приходили. Поэтому число увеличения, с одной стороны, да, нас тревожит, почему такое количество увеличивается. С другой стороны, мы, значит, доходим до тех, закрытых, боящихся прийти к нам в программу, людей, которые начинают немножечко доверять. Доверять как медицинским учреждениям, доверять тем людям, которые с ними работают. Важна диагностика. Но по доброй воле люди редко сдают анализ на ВИЧ. Поэтому теперь в Кыргызстане справку об отсутствии вируса у граждан требуют при оформлении многих документов. Ведь большинство носителей ВИЧ даже не подозревает о своем иммунном статусе. Тлеубек своего настоящего имени просил не называть. Его история неизлечимой болезни длится много лет. О том, что заражен, узнал на принудительной проверке. Именно она, возможно, продлила ему жизнь. Первый раз столкнулся, это 9 лет назад. Когда я сидел, я сидел уже с диагнозом. Правда, я его не знал. Я потом все обмозговал, и я понял, как я заразился. Почему? Потому что у меня была как бы подруга. Сейчас ее нет уже, конечно. Охватить проверками всех, конечно, невозможно. Но эксперты выделяют группы риска. В этой связи особое опасение вызывают трудовые мигранты. 90% из тех, кто выезжает из республики на заработки, трудятся в России. Там ситуация с вирусом иммунодефицита человека катастрофическая. К примеру, в ноябре в Екатеринбурге была объявлена эпидемия ВИЧ. В полуторамиллионном городе зараженными оказались 27 тысяч человек. При этом там работает 20 тысяч граждан Киргизии. А всего на Урале их больше 40. Чтобы исключить опасность, взять анализ нужно будет по возвращении каждого из них. Но где взять столько денег? На текущий год было выделено 20 миллионов сомов на мероприятие по борьбе с ВИЧ-спидом. Но Министерство здравоохранения просило в бюджете предусмотреть дополнительные 57 миллионов. Сейчас, как вы знаете, проект бюджета сегодня рассматривается во втором-третьем чтении. И насколько это реально будет утверждено, это зависит не от нас. Основные средства на профилактику и борьбу с ВИЧ в Кыргызстане аккумулируется в глобальном фонде. По сути, это международная организация, которую финансирует транснациональное агентство и правительство разных стран. К 2020 году фонд должен свернуть свою работу. Подходит к концу предусмотренный срок его миссии. Таким образом, все финансовые затраты лягут на бюджет Кыргызстана. И пока эксперты не берутся утверждать, будут ли они по силам государственной казни. Дальнейшая судьба финансирования глобального фонда после 2020 года, после окончания трехлетнего раунда, конечно, уже очень-очень под большим вопросом. То есть государство, заявив политическую приверженность борьбе с ВИЧ-спидом, должно взять на себя определенные обязательства. Стоит отметить, что за исключением африканских стран, быстрее всего в мире ВИЧ-инфекция распространяется в государствах Восточной Европы и Центральной Азии. Прирост составляет 57% в год. Самый большой мост Центральной Азии теперь находится в Казахстане. Это переправа через Иртыш. Она соединяет Павлодар с городом Аксу. Ее длина – 3200 метров. Наш корреспондент побывал на строительстве этого амбициозного объекта инфраструктуры и все свои наблюдения собрал в один сюжет. Павлодарская область – река Иртыш. Сегодня здесь возводится новый арочно-вантовый мост. Он свяжет Павлодар с его младшим индустриальным собратом – городом Аксу. И в перспективе здесь будет сформирована единая агломерация. Целью данного мостового проекта является обеспечение транзита автотранспорта, движущегося из Восточного Казахстана в центр, в Астану, не заходя в город, чтобы разгрузить городские дороги и сократить дорогу с города Аксу. Эта переправа претендует на статус самой большой в Центральной Азии мостовой конструкции. Ее длина – 3200 метров. Она держится на огромных буронабивных сваях. Чтобы их залить, потребовалось около 1000 бетонномешалок. Но это подводная часть айсберга. Его верхушка – это пролетные конструкции высотой 23 метра и центральный арочный свод в 45 метров в высоту. Свод весит 1334 тонны. Его установка стала самым сложным этапом строительства. Он поднимался при помощи инженерного сопровождения швейцарской фирмы ВСЛ. На двух временных опорах при помощи восьми домкратов поднимался этот свод арки. На подъем ушло один световой дверь. Автодорога через мост Павлодар-Аксу первой категории. Она четырехполосная с расчетной скоростью 210 км в час. Верхний слой трассы сделан из асфальтобетона. Благодаря такому покрытию дорога способна выдерживать нагрузку до 8 тонн на ось. Тело земляного полотна через каждые 60 метров армировано и уложено в геоткань. А сами откосы укреплены геосеткой, георешеткой с нанесением растительного грута и в посевом трав. Вдоль автодороги установлены водосборные лотки. Их применение повышает экологическую безопасность проекта до общемировых стандартов. Вода с проезжей части, с примесями ГСМ, мазут, оставшихся грязь, попадает в лоток, в сборный лоток. И по этому лотку попадает в очистные сооружения, где предусмотрена фильтрация воды в тройной очистке. Арочно-Вантовый мост Павлодар-Аксу планировали сдать в эксплуатацию к 25-й годовщине независимости Казахстана. Но сроки несколько сдвинулись. Однако строители не спешат. При возведении такого объекта самое главное – безопасность и качество работы. На этом все. Вы смотрели программу «В центре Азии». До встречи в эфире на телеканале Казах-ТВ. Казахстан